Глава исполкома НАЦСовета реформ Михаил Саакашвили считает, что Украина не пережила бы второй срок Петра Порошенко. Об этом рассказал Саакашвили в интервью Дмитрию Гордону. «Если бы Порошенко победил на выборах 2019 года, это было бы началом путинизации Украины. Как Порошенко обращался не только со мной, а и со значительным количеством людей, показывает, что этот человек хотел бы быть Путиным, но у него не получилось. Это их методы и это то, от чего мы все хотели уйти», — пояснил Саакашвили. «Если бы Порошенко пролез бы на второй срок, то мало бы нам всем не показалось», — добавил политик. Как отметил Саакашвили, он был рад победе Зеленского, так как это было ощущение, что приходит новое поколение людей. Также глава исполнительного комитета Украинского национального совета реформ признался журналисту, что не держит зла на бывшего президента Украины Петра Порошенко за лишение гражданства. Грузинский политик говорил ранее, что обижен на Порошенко, так как тот якобы обманул его, не предоставив обещанных полномочий на должности главы Одесской обл. администрации. Ранее Михаил Саакашвили назвал «молодцом» генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая нашла в себе силы возбудить уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко. Генеральная прокуратура нашла, наконец, в себе силы. Новый генпрокурор реально оказалась «молодцом» и возбудила дело против Порошенко. По его словам, при Порошенко страна была беднее на 30%, а сам Порошенко стал богаче минимум вдвое. Если идти по следам этих денег, то много чего можно найти. Напомним, утром 10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР, где его должны были допрашивать по делу о прослушивании международных переговоров с его участием. Однако, по словам его адвоката, вручать подозрения народному депутату может только генеральный прокурор. Позже Венедиктова заявила, что в законодательстве Украины нет четко прописанной нормы, согласно которой именно она должна вручить сообщение о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко, поэтому она будет просить суд взять его под стражу. За месяц до этого журналисты Бигусинфо указали на то, что Семочка мог договориться с Порошенко о незаконном увольнении его с указанной выше должности, которая теперь он оспаривает в суде. Следствие обратилось в суд с просьбой дать доступ к телефону Семочка и его семьи за почти пять лет. Суд ходатайства удовлетворил, позволив правоохранителям исследовать, в частности, откуда звонили Семочка, его жена и дочь. По данным журналистского расследования, экс-глава главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, бывший замглавы СВР Сергей Семочка имеет непосредственное отношение ко вмешательству СБУ в процесс государственных закупок. Ранее сообщалось о том, как Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко переоценил собственные политические перспективы в Украине после поражения на выборах главы государства. Так Зеленский считает политику предшественника неактуальной для нынешней ситуации в стране и уверен, что люди тоже это понимают. Кроме того, глава государства уверен в том, что председателю парламентской фракции Европейская солидарность в настоящее время выгодно получить статус жертвы. Он может попытаться убедить людей в том, что в Украине кого-то преследуют исключительно по политическим соображениям. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.